По сравнению с прошлым годом, запуск систем отопления осенью 2018 года прошел более слаженно, обошлось без сбоев и крупных задержек. Однако не все оказалось так гладко. Из основных проблем это по-прежнему рост долгов за потребленные топливно-энергетические ресурсы. Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями на сегодняшний день рекордная – 2 миллиарда рублей. Что касается гашения задолженности перед ресурсными организациями, мы над этим работаем. Коллеги, это не значит, что вы должны снижать свои усилия по этому вопросу. То есть задолженности перед ресурсными организациями должна снижаться. Еще одно поручение от губернатора главы муниципалитетов уже выполнили. И касается оно программы благоустройства и совместно принятых по этому поводу решений с жителями. Те, кто прислушался, победили в конкурсе. Все проекты, которые связаны с городской средой – это федеральная программа, местная программа, областная программа – мы выполняем уже по другому принципу. Не просто там в каждом дворе делаем маленькую скамейку, что называется. Именно подходим к комплексу, несколько дворов. Одна площадка хорошая детская, одна спортивная площадка. Что бы хватало на всех, и это было с большим качеством. Нам там удалось создать территорию притяжения. Мы сделали, благоустроили ее, где могут отдыхать и люди взрослого возраста, и с колясками. Самое главное, что не только мнение жителей. Они осуществляли контроль наших работ и участие. Еще одна тема, которую обсудили на совещании у Бориса Дубровского – новая система обращения с ТБО и раздельный сбор мусора. Два контейнера будут стоять на контейнерных площадках. Один черный или серый – это для органики. И второй – красный – это для неорганики. Кроме того, мы обязательно поставим контейнеры для особо опасных отходов, таких как батарейки и ртутные лампы. 1107 цветных – для органики, стекла и пластика. И почти сотня – для батареек. Эти контейнеры уже закуплены и в ближайшее время появятся на мусорных площадках Челябинска. Остается надеяться, что они будут пользоваться спросом. И Южный Урал, как и все прогрессирующие города, перейдет на раздельный сбор мусора. Юлия Анфалова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск. Юлия Анфалова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.